Когда это переходит определенный порог, вы становитесь полностью одержимы собственными мыслями. Почти 90% всех человеческих страданий заключается лишь в этом. Моё желание и благословение, чтобы вы вышли из тюрьмы собственного ума и познали великолепие мироздания. Апатия и велость появляются или от чрезмерной еды, или от чрезмерных мыслей. Кто-то подумает, как может от избытка мыслей появиться велость. Но все понимают, что от переедания определенно наступает ценливость. Но если вас поглотят ваши мысли, вы увидите, что вам не захочется вставать с постели. Я говорю не о способности думать вообще. Я говорю о том состоянии, когда мысли вас поглощают. Это значит, что они идут, не прекращаясь. Без ваших усилий, без фокуса, случаются непреднамеренно. Как только это перейдет в такой режим, вам естественным образом захочется ограничить физическую активность. И когда это перейдет определенный порог, вы станете полностью одержимы собственными мыслями. В медицине этому есть ужасающие названия. Очень важно придерживаться некоторых ограничений в еде, а также в бесчисленных мыслях, которые могут к вам прийти. Думать осознанно — это совсем не одно и то же, что быть поглощенными или захваченными мыслями. К сожалению, для большинства людей такое развлечение понятно. И цена, которую человечество за это платит, неоправданно высока. Умозаключения, которые вы создаете в своей голове, мешают переживать жизнь во всей ее полноте. Чем прочнее ваши умозаключения, тем больше вы себя отождествляете с ними. Тем больше человек принимает психологические реалии за действительность. Почти 90% всех человеческих страданий только в одном. Ваша собственная психологическая драма представляется вам настоящей. Это ваша драма. Вы можете руководить ей как захотите. Если вы хороший режиссер, то поставите ее так, как хочется вам. А иначе она будет происходить случайно. Такова реальность мироздания вокруг нас. Оно прекрасно, но большинство людей выбирает жить внутри ума из-за созданных ими суждений. И теперь у них нет выбора, где проводить свою жизнь. Пришло время жить на этой планете, познать красоту творения и присутствие творца в этом творении. Уделяйте достаточно внимания всем проявлениям мироздания, и вы увидите в нем присутствие источника мироздания. Вот что вам нужно испытать. Психологическая драма – ваше творение. Она несравнимо мала по сравнению с драмой мироздания, которая происходит вокруг. Пришло вам время насладиться ей. Мое желание и благословение, чтобы вы вышли из тюрьмы собственного ума и познали великолепие творения. Самое важное, о чем следует позаботиться – это не делать умозаключений. Если не делать умозаключений, двери вашего ума не закроются. Если из всех аспектов вы оставите один только интеллект, тогда каждая мелочь в жизни сможет сбить вас с толку. Потому что ум устроен как скальпель. Он подходит для критического анализа, для того, чтобы препарировать и резать. Но если вы попытаетесь ножом сшить, материя превратится в лохмотье. Сейчас многие люди через это проходят. Чтобы сшить, собрать вещи воедино, они используют режущий инструмент. Чем больше усилий вы приложите к этому, тем сильнее изнутри раздробите себя на части. Когда-то мир начали разделять. И этот процесс продолжается. Было время, когда люди уживались вместе. В Индии семьи из 400-600 человек жили под одной крышей. Постепенно от больших семей остались только родители, дети и внуки. Затем начались сложности с пожилыми родителями, их отправляют в другое место. Сейчас то же самое происходит и с детьми. И постепенно даже супруги перестают жить в одном доме и встречаются по выходным. Мало того, вы даже внутри себя все разрезали и распались на несколько человек, потому что критический ум режет как скальпель. Вот куда вы придете, если ко всем аспектам жизни применять один только интеллект. Однажды это закончится шизофренией. Да, и так важно, чтобы в вас оживали и другие измерения разума. Если они не будут работать, перестанут работать и сердце, и печень, и почки. Они бы не работали. Они функционируют не благодаря интеллекту. Внутри вас существуют такие измерения разума, которые необходимо исследовать и сделать сознательными. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА